Ну что ж, друзья, всем доброго вечера. Буду говорить погромче, потому что нахожусь в многолюдном месте. Уважаемые друзья, здравствуйте, добрый вечер. И сегодня, находясь в многолюдном месте нашей столицы, в городе Москва, обещаю, чтобы можно было поприветствовать нашу Светлану, как всегда, в четверг, в 22 часа. И сегодня те, кто у нас присоединяются, то есть я с нами, Светлана Лаврова, практик о фономных, таких, скажем, длительных заходах. Светлана уже более шести месяцев находится без еды. И, конечно же, это очень интересно, когда, зная человека, мы получаем такой опыт. И сейчас я лично зашла на марафон к Светлане. Сегодня у нас второй день, можно сказать, первый, потому что вчера был нулевой день. И я в восторге от того, что я получила очень много интересных знаний, вещей, которые действительно я не знала, пока сама автономила, пока сама практиковала, боялась и без поддержки. А сейчас я нахожусь в команде более чем десять человек. И очень интересно происходят наши встречи, наше совместное общение, обмен опытом. И вот мы, вот уже второй день, как зашли на автономный, скажем, режим. И кто-то еще сегодня был на коктейлях, кто-то вчера уже зашел на сухих. Я сегодня еще на стоках. И вот с этого момента, когда у нас начался эфир, я уже точно зашла на сухие дни. И думаю, что скоро буду с вами делиться. Ну и я, конечно, приветствую всех, кто уже в автономном режиме, в автономных практиках. И передаю слово Светлане, потому что боюсь, что у меня все громче и громче, где я нахожусь. Светлана, здравствуйте. Всем добрый вечер. Приятно находиться опять с вами. А, Света, у нас какие-то вопросы есть, потому что в данный момент я только с телефона не могу видеть канал YouTube, пока не переключилась. Есть ли, Светочка, вопросы, которые уже в течение недели у тебя накопились? Так, ну, во-первых, я, наверное, отвечу на комментарий сегодня как раз на канале Автополстар. Дама скинула комментарий, что была она... Я все-таки решила на него ответить, чтобы уже было понимание у всех. У нас была дама на марафоне и написала, что была на марафоне не все дни, как бы зашла на марафон, но не было возможности присутствовать там дальше. И не было записи. Вот. Я, конечно, мы с ней поговорили еще до того, как она прошла полностью весь марафон. То есть изначально сразу же могу сказать, что записи к марафонам, ребят, они есть каждый день. Каждый день оставляются те записи, которые сутки прошли, мы скидываем эту запись в закрытый чат. И если кто-то по каким-то причинам не смог присутствовать на данной лекции, то они всегда могут посмотреть ее в записи тогда, когда вам удобно. И после того, когда заканчивается марафон, в течение одних-двух суток у нас все эти записи еще есть. Но человек, который был в марафоне, он может ее посмотреть всегда. Они в закрытом доступе, но для тех людей они как бы остаются в любом случае. Они могут зайти и посмотреть эти записи в любом случае. Вот. И когда говорят, что нет там каких-то записей или там верни, я вот не смогла на полмарафоне присутствовать, верните мне деньги. Как бы, ребят, давайте вы все-таки идете в такие, в такое ответственное для вас путешествие, где вы очень важно принимать ответственность за свои действия каждой мелочи. И здесь это тоже ответственность, в том числе и идти на марафон. Если у вас не получается по каким-то причинам приходить на марафон, то отложите до тех моментов, когда они у вас будут. Если у вас не получается несколько дней присутствовать, то вы всегда можете посмотреть записи. Но и в том числе, если вот как мы попытались решить вопрос с дамой, которая у нас присутствовала только полмарафона, мы ей предложили пройти следующий марафон за полстоимости. Вот. Но тем не менее, чтобы у нас вопросов этих не возникали, кто хороший, кто нехороший, просто я вас призываю, что если вы какие-то действия делаете, будьте за них ответственны. А все, что от нас зависит для комфортного прохождения марафона, мы это с огромным удовольствием делаем. Ярия, убери, пожалуйста, кошек, они меня сейчас все тут снесут. Мы с огромным удовольствием это делаем для вашего удобства. То есть для вашего удобства мы точно так же делаем записи, мы скорректировали время, насколько это максимально удобно для всех. И заранее какие-то, если что-то у нас не получается и по каким-то причинам выйти вовремя, то заранее об этом оповещаем. Но это бывает крайне редко. Это может быть за все марафоны раза два у меня такое получилось, что я не смогла по какому-то форс-мажору быть вовремя. Поэтому если кто-то начинает писать какие-то негативные отзывы, ребят, подумайте, прежде чем писать, возьмите на себя ответственность. Потому что все равно очень много ребят, которые уже прошли марафон. И, наверное, вы не всегда будете корректно выглядеть даже в своих глазах, как вы будете исправлять эту ситуацию. Это же ваша жизнь, это ваши поступки, это ваш путь. И если вы начинаете свой путь с какого-то негатива, то куда вы придете. Это тоже очень важно. Это я. Всем добрый вечер. Ой, из Магнитогорска даже. У Лавровой все по-честному, подтверждаю. Старается как может. Александр Сергеевич, спасибо. Не знаю, кто это. Спасибо. Да, стараемся все по-честному, потому что деньги – это не первостепенно. это всего лишь наш инструмент для достижения каких-то каких-то иных вещей. Поэтому мы все должны это понимать. И как только мы с этим, в это понимание придем, то тогда нам будет, наверное, легче и проще взаимодействовать друг с другом. Вот это первый момент, который я хотела осветить. Ирина Городец. Во время голодания судорогенок. Какая может быть причина, что делать? Судорогенок во время голодания, когда мы заходим на сухие дни, то у нас кровь становится более густой. И когда у нас становится кровь более густой, то, естественно, у нее протекание по нашим венкам, по нашим капиллярам, оно становится иным. И вот эти маленькие капиллярчики, которые у нас находятся в конечном, в конечностях, и голова тоже от этого тоже может болеть. Вот. Они, вот эти вот капиллярчики, они как бы немножечко там суживаются, и густая кровь не всегда может в нее попасть. И именно поэтому у нас происходят вот такие вот моменты. Первое, что я бы рекомендовала, это гвоздику. Потому что гвоздика, она нормализует кровь. В нашем случае это она будет разжижать кровь. И когда она разжижает кровь, то тогда, конечно же, циркуляция идет лучше. И вот эти судороги, они будут, ну, либо их совсем не будут, либо они будут совсем незначительными. Ну и, конечно, очень важный момент, это я уже говорила на каком-то эфире, это наши пяточки. Ребят, не забываем про пяточки. Это наши волшебные кнопочки, которые пяточки созданы для нас с вами. Пяточки, они рассчитаны под наш вес, под наш рост, под нашу походку. И даже под наш климат затянутый у каждого своей кожи. Вот. Когда мы ходим на пяточках, я рекомендую не меньше пяти минут в день. Возможно, это там утром потянулись, пошли там до туалета на пяточках, еще что-то. Когда мы ходим на пяточках, то тогда, во-первых, у нас тело начинает быть максимально собранным, чтобы мы никуда не перевалились. И у нас получается, что как бы осанка, корсет у нас держится прямо. И когда у нас вот это вот естественное положение прямое становится, то только в этом случае, когда мы ходим на пяточках, у нас идет естественная вибрация по всему организму. И когда у нас идет естественная вибрация по всему организму, у нас все наши внутренние органы постепенно начинают вставать на те места, которые для них были придуманы анатомически. Да, вот так вот, грубо говоря. Вот. Потому что с возрастом все мы знаем, что у нас идет опускание наших органов, там переносятся наши органы, там как-то отодвигаются с места на место по каким-либо причинам. И когда мы ходим на пяточках, то это очень хорошее упражнение, когда идет естественная вибрация всего нашего тела, и тогда и кровь у нас начинает проходить в те капиллярчики, которые она не могла пройти. И как раз идет у нас восстановление органов, чтобы у нас уже, если у нас идет венка сюда, вот к какому-то органу, то она и придет к этому органу, чтобы не было такого, что орган немножко сместился, и венка немножко загнулась. И вот поэтому вот эта циркуляция крови затрудняется. Такое тоже может быть. Но еще я вам очень рекомендую, что когда вы просыпаетесь, вы сразу же не встаете с кровати, вы начинаете тянуться, вот эти вот потягушечки наши, да, с детства любимые. Что делают эти потягушечки? Вы, наверное, многие, по крайней мере, если не все, надували шарик. И когда мы берем новый шарик, что мы делаем? Мы сначала его растягиваем, чтобы он был поэластичнее, а потом начинаем надувать. И точно так же происходит с нашими всеми венками, капиллярчиками, сухожилием, все-все-все. У нас сначала они натягиваются, 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 а потом мы расслабляемся, и у нас кровоток пошел, пошел, пошел. А если мы его догнали еще на пяточках, там куда-нибудь до туалета зубки почистить, там в туалет сходить, то это великолепное упражнение с самого утра, которое занимает минимум времени и максимум вас прорабатывает. Так, где автор трансляции? Димочка, она здесь. Добрый вечер, у тебя хорошая улыбка. Спасибо, Лариса. Матвей, ничего хорошего, я в ее улыбке не нахожу. Здорово, Матвей. Тем более буду улыбаться. Улыбайтесь, да, вас это раздражает. Матвей, зайдите в Zoom и выскажитесь по теме. Лариса, конечно, а ты почувствуй. Это, видимо, переписка просто была с людьми. У Римы просто очень шумно, видимо, поэтому она не всегда... Я немного перешла, Светочка, я перешла немного в другое кафе. Здесь, по крайней мере, музыка не кричит прямо вот за спиной. Как сейчас, друзья, получше? Да, да, ну, слышно хорошо. Видимо, наконец, но слышно очень хорошо. Отлично, да. И вот относительно покалывания и онемения, но мне кажется, очень хорошо, когда идут бойцы, потому что когда люди мне говорят о том, что у них вот есть такие вещи, это, конечно же, застой, вот, и на гвоздях можно хотя бы на аппликаторе, пусть не словами, вот таких у нас есть слепко еще. Ну, как бы, мне кажется, тоже будет эффективным. Как ты думаешь, Титана? Да, конечно, очень эффективно. Это у меня просто нет, но я все время думаю себе, наверное, можно купить какие-то иголочки, походить. Я тоже все время об этом думаю. И еще, ребят, очень хорошо собирает нас холодные процедуры, холодный душ, либо холодные источники какие-нибудь, потому что когда мы начинаем внешне себя обливать чем-то холодным, то внутри наш организм, чтобы выработать эту жизнедеятельность, он как бы чувствует сигнал социей внутри, что там холодно, и начинает в двойном размере, как бы, вырабатывать тепло, и нам становится жарко. Это у многих, не у всех на сухих днях, они добиваются вот этих вот жарких дней. Некоторые, наоборот, начинают мерзнуть на сухих днях. И поэтому вот эти вот холодные обливания, холодные процедуры, они тоже очень хорошо разогревают. Прекрасно, на самом деле, да. Жар изнутри идет и так далее. Это хорошо. Ребята, вас много сейчас в зуме, я вижу. Пожалуйста, задавайте вопросы голосом. Я, по крайней мере, буду пока двигаться, потому что мои домашние, кому я еду, никак меня не дождутся. Поэтому прошу сейчас взять инициативу в свои руки, прошу помощи, мои друзья. И проведем эфир совместно, задавая вопросы и анализируя возможные ответы, если можно. Кто может сейчас поддержать, включайтесь, пожалуйста. Тагир, Тагир, ты здесь? Можешь зачитывать вопросы? Да, я здесь. Добрый вечер, всем доброго времени. Обхати меня, дружище, пожалуйста. Давай, посмотреть надо, где вопросы. Да, ну, вести разговор, да. Спасибо большое. Попробую, да. Хорошо. Ну, там я не был с самого начала. Светлана, вас представили сегодня, да? Да, да. Просто если вопросы у кого-то есть, то вопросы просто... Если я буду в Ютубе смотреть вопросы, то я не смогу посмотреть вопросы, которые у меня написаны. Поэтому мне нужно будет тогда разрываться. Вот если в Ютубе, то я буду на свои. А вот в медицине известный факт судорог – это вымывание, нехватка калия, кальция. Страдает нервная система. Инерция мышц нарушается. Я не могу вам на это ничего сказать, потому что калий и кальций я специально никогда не пила, но у меня судорог, слава богу, никогда не было. Вот, поэтому не могу ничего сказать. Давайте тогда, если нет вопросов, то я зачитаю те вопросы, которые задавали. Сейчас я их найду. Вот здесь вот вопрос у меня. Можно ли на сухом голодании излечить варикоз вен? На сухом голодании излечить варикоз вен, его как минимум можно облегчить. То есть мы должны понимать, что если на сухом голодании, то мы даем... Что такое варикоз? Варикоз – это не просто, когда у нас идут вот эти вот тромбы, как это называется, узлы вен. Это же у нас идёт... Во-первых, нужно смотреть, откуда этот варикоз, от каких нагрузок, потому что он провоцируется не только питанием. Многие люди питаются не очень хорошо, но не у всех есть этот варикоз. Это нужно смотреть, каким видом спорта вы занимались, какими нагрузками вы занимались, какой образ жизни вы ведёте сейчас. И да, сухое голодание, оно может на какой-то период времени вам облегчить это состояние. То есть на сухом голодании у нас кровь, она в любом случае очищается. И это будет зависеть от того, как вы будете потом в дальнейшем какой образ жизни вести и сколько вы будете сухих дней делать. Потому что если мы говорим об очищении крови, то раньше, чем... Раньше, чем через 48 часов, у нас структура крови, она не меняется. У нас стенки с внутренней стороны, не капилляра, а венки, она прочиститься не может раньше, чем через 48 часов. Это уже доказанный научный факт медицинский. И если вы будете заходить в сухие дни постепенно, обязательно постепенно, облегчать своё питание и делать именно те упражнения, которые будут благоприятно действовать именно на ваши ножки, то, конечно же, вы его либо минимизируете, либо уберёте совсем. Потому что я не рекомендую при варикозе, например, заниматься каким-нибудь там железом, по крайней мере, какое-то время. Не рекомендовала бы я бег, когда очень большая нагрузка идёт на ноги. Если мы говорим о каких-то кардиотренажёрах, то это, скорее всего, велосипед, эллипсоид, степпер тоже бы не рекомендовала. И именно вот что-то с растяжкой связано. Кто любит йогу, пожалуйста, это замечательное упражнение. Сейчас ещё очень много других гимнастик, которые действуют именно на растяжку. Варикоз, он любит растяжку, он любит, чтобы эти венки потянули. И когда мы начинаем заниматься вот этим образом жизни, когда мы облегчаем своё питание, чтобы наша кровь уже максимально могла прочиститься, максимально могла избавиться от каких-либо шлаков, естественно, никакого мяса. Ребята, посмотрите, как действует мясо на кровь. Это я не призываю, я рекомендую. Поэтому кто любит мясо, пожалуйста. Но не факт, что оно всё у вас не вернётся на мясной диете. Но если вы будете облегчать питание, если вы будете добавлять сухие дни, вашу, например, в неделю, один раз по 48 часов, то есть, ребята, если вы 48 сразу же не можете сделать, то делайте сначала 13 часов, 16 часов, 18, 20, 24, 36. И когда вы дойдёте до 36, делайте хотя бы 50 часов, потому что после 48 часов начинает очищение крови. Дайте крови хотя бы 2 часика пробежать иным образом, кристаллизоваться по-иному. И, конечно же, если вы поменяете свой образ жизни, то, возможно, варикоз вообще-то идёт полностью. Но это нужно смотреть, в какой он у вас стадии. Если у вас уже узлы такие, которые можно брать только операбельным путём, то я уже не могу вам ответить на этот вопрос. Это нужно всё равно, всё индивидуально. Светлана, у нас есть 3 вопроса. Давай. Так, первый. Почему слабость в ногах на голодании? Задают чата с Ютуба. Слабость в ногах на голодании. Слабость в ногах – это в любом случае, это как минимум ваша психосоматика, потому что наш организм, наше тело, оно получает сигнал из мозга. И это уже абсолютно доказанный научный факт, что мозг практически на 30 секунд думает быстрее, чем наше тело. Представляете, какая огромная задержка? И если мы говорим о ногах на сухом голодании, то нужно тут посмотреть со стороны психосоматики. Что вы не хотите делать? Что вы не хотите? Куда вы не хотите идти на сухих днях? Почему вы себя куда-то заставляете идти, когда вам тело говорит, ну, давай отдохнём, давай расслабимся, давай посидим, давай полежим? Что вы делаете такого, что для вас неприемлемо на сухих днях? Это первый момент. И второй момент, если мы говорим конкретно о физике, то это нужно понимать, что на сухих днях у нас вот эта вот слабость идёт, это либо кровь немножечко густеет, и вам точно так же нужно несколько палочек, гвоздики буквально под язычок положить и рассосать, чтобы кровь пошла быстрее. И как только она пойдёт быстрее, запустить вот эту вот лимфу, лимфатическую систему, чтобы у нас приток, как только у нас пойдёт приток к нижней части, тазовой нижней части, к ногам, у нас появится стимул идти дальше. Это можно делать либо через силу воли, начать ходить, но ходить не меньше двух километров, и обязательно шаг должен быть интервальным. Если вы пойдёте в одном режиме, то это вам либо не принесёт никаких эффектов, либо это нужно пройти очень много. Если вы хотите по максимуму получить тот результат, на который вы рассчитываете за два километра, то это должен быть интервальный шаг. Быстро-медленно, быстро-медленно, и обязательно в разном режиме. То есть быстро пять минут, медленно две минуты. Потом быстро три минуты, медленно семь минут. И вот так вот как-нибудь чередовать, чтобы у вас не отложился мозг, чтобы он не смог приспособиться к вашей интенсивности ходьбы. И только тогда у вас запустится вот этот кровоток. Но это нужно в любом случае разбирать индивидуально, почему у вас ниже паховой области идёт слабость. Нужно, во-первых, разбирать, женщина вы или мужчина, и почему вот такой вот момент. Это не просто так. Это не просто физика. Следующий вопрос будет? Да, следующий вопрос. Была ли у вас такая проблема перешагнуть третий день? Сколько не пробовал, на четвёртый день не получается перейти? Конечно. Я же точно такой же человек. Конечно была. Сначала была не могла перешагнуть на второй день. Потом не могла перешагнуть на третий день. Потом после пяти не могла зайти даже на сутки. То есть, конечно же, всё это было. Это же всё у нас находится в голове. Но первый раз я перешагнула трое суток не потому, что я захотела перешагнуть, не потому, что я себя взяла руки, не потому, что даже не потому, что я себя проработала, а потому, что у меня случилась такая жизненная ситуация, что мне волей-неволей пришлось перешагнуть эти третие и четвёртые сутки. Но если вас не пускает ваша голова на третьи сутки, на четвёртые сутки, то это мы как раз вот сегодня с ребятами разбирали на марафоне, какие три аспекта нужно будет выполнять для того, чтобы их перейти на третьи сутки. Но я вам сейчас их открыть не смогу, потому что если я вам расскажу, вы их всё равно не поймёте. Нужно изначально вам провести сначала эту полноценную лекцию, чтобы у вас пазлики сложились, чтобы эти картинки сложились. Это всё у нас в голове. Не потому, что вы не можете, не потому, что вы себя как-то не организовали, не потому, что вы что-то делаете неправильно, а потому, что вы просто… Не всегда мы можем в себе увидеть те моменты, которые лежат на поверхности, к сожалению. И если вам кто-то подскажет, если кто-то покажет, то это будет, конечно же, лучше. Работайте с собой, прорабатывайте себя. У меня очень много открытой информации в открытых источниках, в общем доступе. Можете их посмотреть, это много информации. Говорю, сейчас очень много спикеров, которые, может быть, вам кто-то тоже срезонирует, которые рассказывают свои какие-то фишки. Но если вы хотите глубоко идти и прям прорабатывать себя, то, конечно же, это можно тогда уже пойти на марафон. И выберите себе того спикера, который вам будет резонировать, с которым вы пойдёте дальше. Так, отлично. Следующий вопрос задаёт Коваленко Василий. Можно ли на сыроедении иногда употреблять сырые яичные желтки и оставаться при этом сыроедом? И далее. Как вы относитесь к характеристу на сыроедении? Ребят, я вообще не заморачиваюсь. Вам нужно быть сыроедом, чтобы что? Если вы хотите по каким-то своим убеждениям употреблять эти желтки, вам нужно употребить желтки или быть названным сыроедом. Вы сначала в этом моменте определитесь, какой ярлык вы себе хотите новый повешать и для чего он вам нужен. Либо вы хотите чувствовать своё тело, тогда уберите вообще все ярлыки. Желток, не желток, сыроед, не сыроед. Начните чувствовать себя, начните быть честным с собой. И когда вы начнёте быть честным с собой, вы можете поесть даже пельмени. Но если вы будете честны, то в следующий раз вы не захотите их кушать по иным причинам, которые будут известны только вам. И они будут для вас великолепны. А если вы будете один ярлык вешать на другой, то есть я с веганства, с вегетарианства, ещё откуда-то пришёл, и я себе вот такую табличку сюда повешал, я сыроед, и тут думаю, а как бы желтки, но мне вот они вот так либо нравятся, либо необходимы по каким-то вам причинам, которые вы себе установили, неважно. И вы думаете, так, а никто ли не видит, если я эти два сырка съем, мне придётся вот эту вот огромную табличку с себя снять, сыроеды? Или всё-таки проканает? Это вообще неважно. Если вы хотите называться сыроедом, называйтесь сыроедом. Вас же никто никогда не отконтролирует. Это же всё у вас, и вы себя-то обмануть не сможете. Вы сможете обмануть всех вокруг, но себя обмануть никогда не сможете. Вы, во-первых, для себя поймите, для чего вам эти желтки. Если они вам жизненно необходимы, то какая разница, как вы будете называться, сыроедом или желткоедом. Редкоедом, желткоедом, но сыроедом. Это же абсолютно другое. Поэтому, мне кажется, и как я отношусь к арахису на сыроедении? Ну, если вам хочется арахис, то, пожалуйста, кушайте. Вы только прочитайте, что он даёт. У него есть как положительные какие-то аспекты, но их очень мало, так и отрицательные для нашего организма. Взвешайте для себя, насколько вам это актуально, чтобы этот арахис в себя положить, насколько вам это важно. И после этого примите для себя решение. Я орехи практически никакие не ел, потому что я их вообще в принципе не люблю. И у меня не было такой жизненной необходимости, то есть у меня не было такого, что я себя прям ужасно чувствовала, потому что я в первую очередь всегда прорабатывала голову. Если у меня были такие состояния, когда я понимала, что у меня какая-то слабость там идёт, то я понимала, что я ещё иду в следующий шаг в сухих днях, либо выхожу, либо когда я выхожу, то я уже начинаю прорабатывать голову. То есть у меня всё время работа идёт, она до сих пор идёт сама с собой, нескончаемая. И чем больше вы будете отходить от любых перлыков, тем больше вы будете честны перед самим собой, тем быстрее вы начнёте познавать сам себя, или сама себя. Ага, благодарю. Итак, Катрин даёт обратную связь, пишет, благодарю за искренность и открытость. Действительно много информации. Целует она вас в левую щёчку, ставит лайк, палец вверх. Ну и вопрос следующий. Следующий вопрос от Тагира. По вопросу по воде, какие трудности вы говорили, вы говорите о том, что вода создаётся, сама организация создаёт. Какие трудности в этом случае? Может, какие-то методы? И сколько это времени проходит адаптация на то, чтобы не пить воду и пользоваться своей внутренней водой? Ну, у каждого внутренняя вода вырабатывается индивидуально, в зависимости от того, на каком питании вы, как часто или как много, или как долго вы принимали воду, в каких количествах, какую воду, на каком питании вы сейчас, как часто вы практикуете сухие дни. И вот эти вот аспекты нельзя сказать, что вот вы зайдёте, и на 20-й день у вас пойдёт слюна, и организм уже на тот момент поймёт, что он готов к выработке самостоятельно воды. У всех абсолютно по-разному. Ребят, вы даже вот посмотрите, вот у многих людей, вот некоторые говорят, там на 5-й, на 6-й день пошла слюна. Но вот у меня такого не было, скажу по-честному, у меня пошла слюна на 20-й день, 20-й, 22-й, где-то вот так вот. Я не отчитывала дни, но у меня не было, у меня не так всё гладко проходило. У меня проходило по-разному, разными периодами, разными этапами. И я очень мало людей вообще встречала, у которых шло точно так же. Людей, потому что вообще очень мало людей, которые идут тоже в длительные сухие дни. Да, если они уже заходят в длительные сухие дни, не каждый начинает об этом говорить, потому что я прекрасно их понимаю, сколько всего в комментариях сыпется, что лучше иногда махнуть рукой и сказать, ребят, делайте, как хотите, я своим путём пойду. Но если мы говорим о конкретном, то здесь же нет схемы. То есть тут надо смотреть, как ты к этому шёл, сколько ты пил воды. Я пила воду. Я пила не столько воду, я любила когда-то очень часто и очень много я пила минеральной воды. Потом я очень любила чаи. У меня сама вот эта вот церемония заваривания чаёв, и чтобы сидеть перед телевизором, мне не обязательно было что-то есть. Но для меня было важно, чтобы у меня стоял красивый чайник с красивой кружечкой, ароматный чай. Что вот я вот сидела и пила, и пила. Я могла не есть несколько дней. Но для меня вот чай, это был жизненно необходим на каком-то этапе. Может быть, поэтому у меня только после 20 дня начала вырабатываться слюна. И то я могу сказать, что я, наверное, с начала года я практически уже была в неедении. То есть я очень мало питалась. Это было не каждую неделю. Я питалась несколько раз в месяц. И у меня в эти моменты у меня не вырабатывалась вода. То есть я от питания до питания я ходила с сушняком просто. И когда я слушала, что говорили там, вот вырабатывается вода, вот вырабатывается такая слюна, как нектар. А я до этого была на длительных сухих днях. То есть я была и на двух месяцах, и на трёх, и на четырёх. Я думаю, я вот никогда вот нектара этого не испытывала. Но только потом я поняла, почему люди говорят, что идёт слюна, как нектар. Когда ты идёшь уже психологически в ином состоянии, то когда у тебя начинает вырабатываться слюна, она уже, естественно, без примесей еды. Она уже, естественно, без примесей каких-то вот наших уже более очищенного организма, уже каких-то болезнетворных бактерий. И когда она идёт чистая, она, во-первых, идёт очень нежная и очень мягкая, что ли, какая-то вот она неотягощённая, она не густая идёт, она идёт иная. И именно поэтому, после того, когда ты вот в этом сушняке был, конечно, он для тебя кажется, я не знаю, как райский какой-то глоток. Она, конечно же, начинает казаться иная. Хотя, возможно, и до этого она у нас такая же была, но мы в своей обыденности этого не осознавали. Я ответила на твой вопрос. Да, вы исчерпывающие. Полно благодарю, благодарю. Итак, Лилова фея шлёт вам Светлана привет из Гамбурга и пишет, и пишет, после сухого голодания я просто возрождаюсь. Ощущение чистоты внутри. Ну и пишет, что она десертированную воду раньше пила. Ну, у меня тоже опыт был. 14 лет, наверное, 15 пить десертированную воду, а сейчас, ну, вот пробую без воды. Ну, так на четвёрочку получается. Итак, следующий вопрос от Агира. Вопрос какой? Есть ли рекомендация вот по 36 часов, вот эти вот сухие дни, делать в какой-то определённый день? Либо это как лучше? Вот, пожалуйста, ответьте, пожалуйста. Абсолютно на своё усмотрение. Вообще не важно. 36 часов – это вы можете делать как в будний день, когда вы ходите на работу, так и в выходной день. То есть это абсолютно не имеет никакого значения. Для кого-то в будний день проще сделать, потому что он на работе чем-то занят, и на работе можно незаметно пропустить обед, когда там на тебя никто не накинется. Для кого-то это лучше сделать в выходной день, когда никто не трогает, и в выходной день ты можешь позволить тебе сделать то, что тебе хочется. А для кого-то наоборот. Выходной день очень сложно сделать такой день, потому что собираются всей семьёй кого-то вот такие вот ритуалы семейные, посидеть за чашечкой чая, какой-то совместный ужин либо обед сделать. Для кого-то, например, выходные дни никак не подходят. Поэтому выберите для себя тот день, а лучше вообще начать слушать свой организм. Если чувствуете, что, вот, например, поужинали и чувствуете, что завтра будет зайти в сухой день, не откладывайте на послезавтра. Если вы чувствуете, не начинайте утром кушать, и всё. 36 часов для вас пролетят очень даже незаметно. Отлично. Я скажу, что, ну, правда, вот у меня был перерыв два с половиной года без чистых дней, вот этих 36-часовых сухих. И, ну, в то время тогда было, сейчас я снова начал применять эту практику, а тогда было прямо жажда, желание уже где-то в середине недели, ну, когда же эти сухие дни, когда же этот, ну, вот, чистый день, потому что тело уже чувствует, хочет испытывать вот это качество, вот это чувство лёгкости, вот этого наслаждения, вот этого вот вибрации. И вот ты уже ждёшь дня, когда это произойдёт. Вот это с тех воспоминаний. Хорошо, Светлана. Так, давайте ещё вопрос дочитаю, секундочку. Кому угна пища, телу или уму, или это одно и то же? Ну, давайте, наверное, так отвечу. Тело и ум это не одно и то же, но наше тело на сегодняшний день, оно подчинено нашему уму. и если наше тело не может просить еду, а нашему уму еда не нужна, то это не говорит о том, что этого не произойдёт. То есть ум, начиная контролировать наше тело, туда заносит еду. Потому как если мы убираем еду из тела, то оно всё меньше и меньше начинается поддаваться на провокации ума. Тагир, у тебя там вопрос был? Да, вопрос значит такой. Марена задаёт вопрос. Здравствуйте. Если у меня стоят импланты, получается, моё тело захочет оторгать их и будет присутствовать дискомфорт на автономии, может быть, есть практикующие с имплантами какие ощущения? Ну, у меня нет имплантов, поэтому я вам прям так однозначно сказать не могу, но я вам, наверное, скажу так, что наше тело полностью меняет все наши, полностью идёт замена всех наших клеточек в течение семи лет. То есть через каждые семь лет мы иной человек. Если мы заходим на сыроедение и сыроедим чисто семь лет, то мы через семь лет становимся иным человеком. Если мы выходим на неедение и идём семь лет, то мы становимся иным человеком. И если мы говорим про импланты, то, наверное, если вы начнёте практиковать, то через какое-то время вы почувствуете, как организм будет к этому относиться. Я могу сказать, что на сухих днях зубы отбеливаются, но не выравниваются. У меня кривые зубы, но слава богу достаточно белые. Но я могу сказать, что когда я начинала практиковать, то на четвёртые, пятые дни у меня очень сильно чесались не дёсны, а именно зубы. такое ощущение, что корешки зубов вот там внутри чесались. И я на тот момент очень переживала, что у меня начнётся третья смена зубов, когда я к этому ещё не была готова. Но сейчас я уже понимаю, я знаю, как идёт процесс, каждый может посмотреть в интернете, уже очень-очень подробно описано, как идёт третья смена зубов у обычного человека. Поэтому если вы будете к этому готовы, то я думаю, что проблем никаких не будет. И если мы говорим об имплантах, то у нас организм он настолько мудрый, когда у нас есть молочные зубки, и у нас вылезает коренной зуб, он у нас же молочный зубик смещает и вылезает, и когда у нас изначально он вылезает, бывает криво, да, пока у него, какое у него место есть, такое он и занимает. Но когда у нас обновляются все зубки коренные у детишек, то когда вылезают все зубки, они как правило выпрямляются самостоятельно под форму вашей челюсти. вот, но если вы на каком-то этапе почувствуете, что у вас уже пошла третья смена зубов, и если вы для себя решите, что вам нужно убрать эти импланты, более вы можете сделать снимок, мне неоднократно уже высылали стоматологи снимки, и там действительно видно, как идет третья смена зубов, но чаще всего это точечно, то, что мне высылали, как бы не было, я не видела еще пока ни одного человека, сама лично, у которого полностью все зубы сменились, чтобы мне выслали этот снимок, но точечно это повсеместно, то есть точечно третья смена зубов происходит достаточно, это уже обыденный факт, по-моему, для нашего населения, поэтому если вы почувствуете, что у вас именно идет тот зуб, где стоит имплант, наверное, вы уже тогда со своим стоматологом решите, как вам быть, потому что он ведь тоже увидит, что у вас идет зуб, это же на снимке хорошо видно, мне присылали снимки, хорошо было видно, поэтому здесь такой вопрос, наверное, пока идти вперед, а дальше вы посмотрите по ситуации, сделайте для себя правильный выбор, именно который для вас будет правильным, для вас будет верным. Да, только на нем не играть. Так, хорошо, Светлана, вопрос такой, вот ты, по моим личным наблюдениям ваших эфиров, у Тагира возникла такая наблюдательность, что у вас всегда много вопросов есть в личных своих загашниках, которые вы хотите ответить. Воспользуюсь ситуацией, если они у вас есть, я вам даю такое право почитать их. Вопрос, как мне принять себя, как мне полюбить себя. Чтобы принять себя, полюбить себя, это значит принять себя, принять себя, это значит полюбить себя, это неотъемлемая часть, это одна и та же медаль с двух сторон. И чтобы истинно принять себя, чтобы истинно полюбить себя, это нужно в первую очередь начать быть честным самим собой. Только в истинной честности перед самим собой от нас отваливается вся шелуха, которую мы придумали за свою какую-либо жизнь. И когда у нас отваливается вся вот эта вот шелуха, вся важность тех моментов, которые для нас не играют никакой роли, и это придуманная важность, только в состоянии тотальной честности перед самим собой у нас происходит нежная любовь к самому себе и как следствие тотальное принятие себя. Так, у вас еще есть вопросы? Ой, у меня тут их много, я могу каждому давайте, давайте еще пару вопросов Светлана, вам точно я даю, давайте. Так, существуют ли смертные психогрехи, которые мешают нам похудеть, разбогатеть и добиться целей? Сколько их? Смертных психогрехов, конечно же, не существует, существуют ярлыки и модели нашего поведения, которые нас останавливают по каким-либо причинам, но если нас что-то останавливают, чтобы похудеть, чтобы разбогатеть, чтобы добиться каких-то своих целей, то это обязательно те моменты, которые для нас на данный момент очень важны, это те моменты, которые для нас крайне необходимы на данном этапе, и если это с нами происходит, лишний вес, отсутствие денег, недостижение каких-то целей, то в первую очередь абсолютно честно признайте себе, для чего вам это, для чего вам быть на данный момент в этой ситуации, для чего вы сделали так, чтобы быть в этой ситуации, чтобы что, какие плюшки вы получаете от этой ситуации, абсолютно честно признайтесь самому себе, и вы обязательно найдете тот момент, который вы сможете проработать, либо как минимум осознать это, для чего вам это. И как только вы осознаете, вы тогда уже примете решение, насколько для вас важна та цель, которую вы стремитесь. Так. Я не тело. Но можно ли сказать, что тело – это я? Я не тело. Я энергия. Но тело – это мое. Я не футболка. Но футболка, она моя. И когда мы говорим, когда мы уже переходим немножечко другую фазу нашего восприятия всего окружающего мира, нашей Вселенной, нашей реальности, в которой мы живем, то мы уже начинаем понимать, для чего нам дано это тело. и как прекрасно, что оно у нас есть. Оно у нас есть. Не мы есть у тела. Мы намного больше, чем это тело. Тело находится в нас. Тело – это наш инструмент, чтобы комфортно взаимодействовать в этом материальном мире. Тело – это тот инструмент, который нам дан для того, чтобы мы могли через него ощущать, чувствовать, чувствовать запах, чувствовать какие-то прикосновения, чувствовать тот мир, который есть материальный, который мы можем прочувствовать и ощутить. Это великолепный инструмент, за которым нужно очень бережно следить. И когда мы начинаем следить за нашим инструментом, который нам дан, за нашим телом, то наше тело начинает откликаться и раскрывать свои базовые возможности, свои базовые настройки. И тогда мы понимаем, насколько оно уникально. И когда наша энергия управляет нашим уникальным аватаром, это наступает, если говорить образным словом, то наступает волшебство. И нам всё интереснее и увлекательнее находиться в этом материальном мире. Нам всё интереснее здесь познавать, существовать и получать эти блага, которые были сделаны для нас, которые были сделаны для меня, для тебя. Это всё сделано не для кого-то, всё только для того, чтобы мы могли максимально комфортно и радостно существовать в этом мире. А если так не получается, то это не в мире дело и даже не в нашем аватаре. Это дело в нашей энергии, которая у нас по каким-то причинам зажата. Я могу паузу сделать, чтобы вы подготовились на следующие вопросы, Светлана. Прочитаю из чата, лиловая фея делится. И я каждый второй, что три месяца, я тоже на третий месяц где-то и четвёртый бегал. Такая многомерность началась ощущаться даже. Почувствовалось, что кровь почистилась. Это ноль секунд назад написал. Лиловая фея пишет, лиловая фея пишет, секундочку, чат прыгает, бежит. Через три месяца кровь полностью обновляется. Всего за три месяца перехода на вегетарианство в 2007 году я полностью изменилась. Так, что меня знакомые при встрече не узнали. Хорошую сторону, естественно. Вот. И ещё пишут про эйфорию, что самое крутое время, наверное, эйфория. Да, наверное, эйфория. Вот. Ну, в общем, люди делятся своими впечатлениями от практик, от участия и, в общем, делятся очень хорошей информацией. Светлана, даю вам ещё... Подожди, ремарочку я такую поставлю. Ребят, очень важно, я ещё раз повторю, я, наверное, прям вас замучила с этой честностью, да, но вы должны очень чётко понимать, что за три месяца у вас идёт... У вас не том, что кровь очищается, у вас идёт, за счёт облегчения вашего питания, вы переходите на другой ресурс питания внутренний, поэтому вам становится комфортно. Но расслабляться здесь нельзя, потому что за три месяца кровь не успевает почиститься, за три месяца состояние начинает просто облегчаться и кровь кристаллизуется иным образом, но она ещё не почищена. И может быть такие моменты, когда вам через какое-то время становится плохо, становится хуже, становится... Цвет лица начинает темнеть, сереть, начинают выпадывать волосы, начинают там зубки в дёснах немножечко расшатываться. То есть нужно обязательно очень внимательно относиться к своему телу. И если у вас идёт вот эта эйфория через три месяца, наслаждайтесь ей, конечно же, с удовольствием, но в тот момент помните, что это только начальная стадия вашего очищения, потому как если вы совсем-совсем расслабитесь, но я думаю, что тоже не всегда приятный момент, когда вроде бы вы в это поверили уже, а тут вас раз, и волосы, например, полезли и начали вылезать комками. Раз, и прыщи какие-то полезли. Там ногти начали сходить, там слоиться либо вообще отходить. Чтобы для вас это не было какой-то неожиданности, вы должны понимать, что чистка организма она идёт этапами. Потому что заблуждение, когда мы в чём-то заблуждаемся, либо не знаем следующего шага, для нас это, наверное, больнее будет. Поэтому то, что вы перешли на вот такое питание, то, что у вас эта эйфория, замечательно, наслаждайтесь. Но в то же время, всё время будьте немножечко впереди своего тела, подготавливайте свой рацион, чтобы тело могло вот это взять, так как у него сейчас нет вот этого витамина. Откуда он может вот это взять, откуда он может вот это взять? потихонечку вводить какие-то сухие дни, чтобы организм начал как-то сам вырабатывать какие-либо витамины, учиться вырабатывать, чтобы он понимал, что сухой день это не голод, это его небольшая перезагрузка. Это очень важно. Сагир, есть там ещё вопросы? Да, я обещал вам, Светлана, ещё два вопроса задать сам лично. У вас есть они? Пожалуйста. У меня много вопросов. Они никогда не закончатся, но у нас просто время подходит к концу, поэтому самые такие важные. Чтобы покороче было. Что такое внимание? Давайте поговорим, что такое внимание. Внимание это есть вы. Вы состояние внимания. И важно находиться не просто в состоянии внимания. Когда вы поймёте состояние внимания, что такое внимание, это когда вы полностью отдаёте отчёт всё, что с вами происходит. Когда вы полностью видите те моменты, которые с вами происходят. Когда вы чувствуете, как дует ветер, когда вы чувствуете этот ветер на своей коже, когда вы знаете, когда у вас рука сжимается, распрямляется, когда вы это чувствуете, осознаёте, когда вы весь в этом внимании. Но самый пик — это, наверное, не просто внимание, потому что в состоянии внимания мы многие находимся в какой-то промежуток нашего времени. Но когда вы начинаете внимать внимания, вот это иное состояние, когда вы внимаете ваше внимание. И может быть, для кого-то это сейчас не так понятно, но вот это «внимать внимания» — это именно та практика, которую мы будем осваивать на марафоне депривации сна. И когда вы поймёте, что такое внимание и что такое «внимать внимания», — это абсолютно иное состояние, которое вы и называете, наверное, состояние Бога, когда вы понимаете, что всё, что вокруг вас происходит, — это всё делаете вы, это всё вы, и всё, что вы делаете вы, и всё, что делается, — это вас. То есть вы не меняете, я не про изменения из чего-то говорю, я говорю про именно «внимать внимания». И, наверное, для многих это такое ещё какое-то размытое слово, но если кто-то готов, то на марафоне депривации сна мы вот на этом марафоне мы с ребятами освоили одну практику, а на следующем марафоне мы, наверное, уже возьмём две практики и будем ещё, помимо того, что ловить энергетически, как бы, принимать энергетические волны, как вот у меня ребята приняли и очень им понравилось, то, наверное, мы ещё будем учиться внимать внимания. Это другой аспект чистого сознания и максимально чистого тела. Это делается только на сухих днях и только в депривации сна. Но если кому-то это доступно в обычном состоянии, то это классно. У меня пока не получается в обычном состоянии. Я пока не такой гуру. Сланочка, есть короткий вопрос, который я просит человек второй раз уже пишет в чате. Я быстро зачитаю. Можно 100 грамм горячей воды утром в сухой день? Ну, тогда это не сухой день. Можно, конечно, но это не сухой день. Сухой день – это тот день, когда все ваши процессы запускаются вне зависимости от того, что снаружи делается. То есть внутри ничего не попадает. И именно поэтому у вас по-иному идет очищение организма. Организм работает сам на себя, полностью сам на себя, без посторонней помощи, без посторонней еды, без посторонней жидкости. Он своей жидкостью начинает вымывать те вещества, которые для него не нужны. Он начинает пережигать те компоненты, которые не нужны для вашего организма на данный момент. Он своей собственной слюной начинает прочищать и промывать полностью весь ваш пищеварительный тракт, вне зависимости от того, чтобы вы что-то попили. Но если вы что-то попили, это уже не сухой день. Это ничего страшного не произойдет. Это тоже своеобразная чистка организма, но она другая, потому что какая бы вода ни была, она не наша вода. Какая бы вода к вам в организм ни попала, что бы с ней ни делали, какие бы наговоры в эту воду ни запускали, какие бы положительные энергии ни ни делали. Но это все равно та вода, которая создана не нами. И когда вы запускаете эту воду внутрь нас, то ваш организм сначала тратит свои ресурсы, свои силы на то, чтобы конвертировать ее полностью под ваш организм, под ваши ДНК, под ваши все внутренние клеточки. И только после этого какая-то часть усваивается для очищения чего-то. а это время ваш организм мог уже потратить на очищение тех компонентов, тех каких-то веществ, которые он считает, что нужно вывести. Но вы его приостановили, вы ему сказали, так, подожди, подожди, не работает, давай-ка сначала вот это прочистим, а потом мы уже разберемся, что нам выводить из нашего организма. Поэтому если вы хотите быть на сухих днях, то лучше это быть на сухих днях. Если вы хотите добавить воду, то это иной процесс очищения, но уже не сухие дни. ясненько, благодарю, Светлана. Ну, вам вопрос от Светлана, вопрос еще один, так как уже время заканчивается у нас в сегодняшней встрече. Пожалуйста, последний вопрос. Я могу, если в чате нет вопросов. В чате есть там вот немножко, если надо, либо у вас на вопрос какой-нибудь из чата отвечу, потому что у меня здесь вопросы, которые есть, они очень длительные, и я думаю, что нам уже их не хватит. Так, ну давайте. Первое, вилловая фея говорит, что после семи сухих дней я излечила воспаление в почке, которое врачи мне помогли организовать, видимо, это воспаление. Вот оно это. Это, наверное, не вопрос, это, наверное, просто как факт. Да, да, это просто положительный факт, да. А вопрос какой? Давайте я отвечу на вопрос. Даже слюну нельзя глотать, слюну нужно глотать обязательно. Это не вода. Слюна – это ваш ресурс, вашего организма. Это та жидкость, которая принадлежит только вам. Точно так же, как и кровь, которая принадлежит только вам. Поэтому кровь устанавливать не надо, и слюну можно глотать. Это ваш очистительный процесс. Так, ну что, заканчиваем эфир, Светлана? Да, да, да. Я думаю, что, ребята, когда присоединяйтесь, сейчас у нас есть по вторникам на моем на моем аккаунте в Инстаграме мы проводим, я провожу эфир и на вопросы отвечаю. Потом в воскресенье в школе автономов провожу эфиры тоже в Инстаграме и точно так же на Ютуб все транслируется, можете, где удобно, хотите на Ютубе, хотите в Инстаграме присоединяйтесь. И если какие-то вопросы, которые вы не хотите так обсуждать, либо хотите в какой-то болталке участвовать, то у нас есть закрытый клуб, который я создала, и мы там с ребятами ну как минимум четыре раза в неделю мы с ним, я выхожу в прямой эфир и мы болтаем на какие-то вопросы. Тут решили, что мы с ребятами организуем депривационный день в Инстаграме и ночью точно так же поболтаем, я поотвечаю на вопросы, кто-то может присоединиться в чат. То есть, если хотите, можете присоединяться в нашу группу в Инстаграме на закрытая страничка, там мы обсуждаем те вопросы, которые мы не выносим в прямые эфиры, которые мы не обсуждаем в марафонах, а которые там только вот про детей, про мужей, про состояние, про автономию, про голодание, про тело, про эмоции, про все, что угодно. Поэтому присоединяйтесь к прямым эфирам, присоединяйтесь к закрытому аккаунту, присоединяйтесь к марафону, кто готов уже на более глубинные свои познания идти, то с удовольствием буду вас радовать. И всем огромное спасибо, и тебе, Тагир, огромное спасибо, ты сегодня очень хорошо провел эфир. Всех обнимаю, всех благодарю, что были, что задавали такие интересные вопросы. И чем смогу, буду с удовольствием, с огромным удовольствием буду с вами делиться. Прекрасно. Прекрасно. Полсекундочки. Значит, я хочу подключиться к Инстаграму, дай Бог, это получится. Раз. Ну и напомню, что сегодня в прямом эфире общалась и отвечала на вопросы Светлана Лаврова. Прекрасный человек, автономный и просто прекрасная женщина. До следующей встречи и следующий четверг вопросы-ответы. Светлана Лаврова. Спасибо.